Израиль Мы благодарны Богу и благословляем вас. Мы благодарны за ваши молитвы, за ваше внимание и за ваше желание трудиться здесь в Израиле вместе с нами. Слава Богу! This is David and Lea Ortiz. We want to thank you for your donations. It has come through Brad Kim and Brad Kim TV. And we thank God for the donations because it holds up our hands to do the work of the Lord. So we thank you very much. And we are always so grateful. And it's wonderful to see when the Korean people come to visit us in Ariel. And we welcome you all to come visit with Director Brad Kim in his groups when he comes to Israel. And I also want to say thank you so much for the donations. We are very, very, very grateful so that the work of the Lord can go forward. Amen. Let the young man boast in his strength, but let the one boast who knows the Lord and his ways. I will bless you with the knowledge of God and with the depth and hearing his voice in these times. Amen. And be filled with his love and his peace and joy in the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Thank you. No, I want to praise God for people outside our congregation that have donated money for buying this minibus for the congregation. Especially thank God for Korean believers that gave gifts in order to buy this van. So if you see me now, thank you for obeying God and may God bless you abundantly in everything. Amen. Praise God. You know, we have children's ministry and youth ministry. и также привести людей к встрече. Многие люди не имеют машины, многие семьи просто не имеют машины, и мы используем бассейн-бассы, и этот бассейн-басс будет огромный бессинг, чтобы привести людей к встрече, потому что мы встречаемся в нашей городе. И это огромное бессинг для детей и ютубинстрии, потому что у нас есть большие мечты, даже чтобы увеличить ютубинстрии, не только для ютубинстрии нашей коллеги, но и для увеличения их преимущества. И Бог знает, но сейчас уже это ответственность к прессе. И много лет мы прожили на бассейн, на мини-бассе, что-то такое. Мы провели один плохой опыт, но это огромное бессинг. Вообще, два или три месяца назад, мы решили, что мы купили, и все было готово. Мы позвонили компанию, мы получили деньги, мы могли бы приехать, и праздновать Бог. Поэтому я хочу сказать, очень благодарю, очень благодарю, очень благодарю, очень благодарю для многих корейских людей, которые также помогли купить эту бассейн для Министрии. Это действительно бассейн для Министрии. Спасибо большое. В Hebrew, «ТОДА РАБА»! Какие дети любят детей? ТОДАкі? Спасибо большое. «ТОДА»! «СТВАДА»! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 В Киеве, в Украине, в 1902 году, до этого я был атеистом, я даже 10 лет был коммунистом. Даже какое-то время я возглавлял одну партийную организацию на заводе, где я работал, в цеху. Увирование мое произошло сверхъестественным образом. Был момент, когда мы в Киеве с женой пошли на одну выставку, и на этой выставке мы познакомились, я верю, не случайно, с одной женщиной, художником и скульптором, которая тоже еще не была верующей, но у нее были какие-то различные мысли о том, что над этим материальным миром есть какие-то сверхразумные существа или что-то в этом роде. Мы с ней разговорились, познакомились. Какое-то время это знакомство поддерживалось, и потом оно прекратилось, потому что в нем не было смысла какого-то продолжения. Но через год мне приснился сон, и в этом сне я видел лицо этой женщины, и голос внутри меня сказал мне, чтобы я пошел к ней. Этот голос говорил во мне две недели. Через две недели, когда я пришел к этой женщине, оказалось, что она в это утро приняла водное крещение. То есть за этот год она стала верующей. И я с ней попал в общину. Она меня привезла в евангельскую общину. И так я попал в евангельскую общину, где я встретился с Иисусом, уверовал. И в 92-м году я принял водное крещение. В июле месяце, и в октябре 92-го года мы уже как верующие переехали в Израиль. Значит, верующим в Иисуса в Израиль было попасть почти невозможно, потому что если человек, который еврей верит в Иисуса, он в анкете писал, что он христианин, то таких людей не пропускали. Когда мы приехали в Москву, чтобы получить въездную визу в Израиль, то в анкете я написал, что я христианин. И когда моя анкета попала в руки работницы посольства, то она сказала, что это такое, как это ты христианин. В общем, они долго не выдавали нам визу. Потом, когда они проверили, что у меня уже все родственники в Израиле, то они все-таки дали нам въездную визу. Таким образом, мы приехали в Израиль в 1992 году, в октябре, и живем до сих пор здесь, служим Богу. Таким образом, мы приехали в Израиль в Израиле. и здесь, в израиле. Очень хорошо и счастливо. Жизнь наша проходит, вся моя жизнь прошла в служении Иисусу В распространении Евангелия здесь на севере Израиля Это все, что я... Я все время работал и сейчас работаю, то есть работал на заводах Сейчас работаю я на железнодорожной станции И служу Христу Моя жизнь для Него Когда мы спрашивали у Бога, в каком нам городе жить То Господь сказал моей жене, чтобы мы ехали и жили в этом городе, в Аку И когда она получила это слово от Бога, то я сказал, что Ну хорошо бы было, чтобы мне Бог сказал, что нам нужно жить здесь, в Аку И, в общем-то, Бог дал мне ответ тоже сверхъестественным образом И поэтому мы живем в Аку, в Израиле И есть немало людей, которые из Израиля вернулись обратно Или на Украину, или в Россию И есть люди, которые через какое-то время переехали или в Америку, или в Канаду Потому что у них тут не складывается жизнь Но проблема человека, не знающего Христа, заключена в том, что он ищет для себя лучшие жизни на земле И когда у него эта жизнь не получается То есть когда он себе изначально построил в уме какую-то красивую жизнь в Израиле А здесь вдруг не получается выучить язык Устроиться по профессии То, конечно, у таких людей есть много разочарований Я думаю, что и сейчас много разочарованных людей, которые живут в Израиле И, в общем-то, не очень довольны тем, что они живут здесь, в Израиле Но я сегодня, как верующий человек, понимаю, что основной внутренний принцип жизни человека неверующего Это желание удовлетворить себе И пока человек живет таким образом, у него всегда будет разочарование Потому что конца того, насколько человеку хочется жить хорошо, его нет Но, конечно же, факты имеют место, что не все люди тут хорошо устраиваются Но, в общем-то, в Израиле довольно сильная социальная поддержка То есть государственное страхование Люди получают пособие И при разумном использовании этих средств У нас даже пенсионеры способны накопить себе деньги на поездку за границу То есть все зависит от того, какие у человека потребности, как он живет и чего он вообще хочет То, что и 러시아 쪽에서 온 사람들은 술을 많이 마시지 않습니까? Ну, алколь 중독자도 있고, 마약하는 분들도 많고, 그렇다는 얘기를 들었는데요 Ну, сказать, что много, я бы не решился Потому что вообще среди евреев никогда много пьяниц не было То есть это не русские, не украинцы Но действительно есть процент какой-то населения Я не скажу, что он большой Которые выпивают, то есть пьют так, что некоторые даже занимаются бродяжничеством То есть алкоголики, которые полностью, собственно, не способны к тому, что работать Зависимые, есть также наркоманы Я не могу сказать, что это тоже большой процент общества в Израиле Я не занимался статистикой Но я бы не сказал, что это так уж очень много Но здесь действительно распространено много людей Распространено наркомания, она существует Особенно город Аку, он является таким местом, где тут продают То есть тут есть старый город Вот, и туда эти каким-то наркотики образом попадают И сюда очень много людей приезжают что-то купить И развозят это по северу в ближайшие города И употребляют это То есть Аку является один из таких центров, откуда наркотики расходятся И поэтому, собственно, мы тоже трудимся Много трудимся с людьми, которые в прошлом были и наркоманы, и алкоголики То есть это довольно большой труд в Израиле И, собственно, община вот есть, называется она «Живой Израиль» И мы очень хорошо сотрудничаем То есть мы как бы, можно сказать, с ними одно целое Часть их, то существует где-то 15 домов, да? Сейчас вот Где-то 15 таких домашних церквей, домов Где люди, которые проходят реабилитацию, восстанавливаются, принимают Иисуса То есть производится такая большая работа с этими людьми В основном молодежь, конечно, которая употребляла наркотики Уже очень много семей, много детей уже родилось в живом Израиле, в церкви живой Израиль Так что это есть проблема, но я бы не сказал, что она такая глобальная То есть она, как в любой стране, она скорее является локальной То есть они, как в любом Израиле, как в любом Израиле, как в любом Израиле Я думаю, мы уже не знаем, что в любом Израиле можно использовать Какие вы думаете, что вы занимаетесь в домах реабилитации? В Хайфе есть библейская школа, где такие ребята проходят четырехмесячные курсы для того, чтобы после этого уже служить Господу более серьезно. Это то, что касается труда с наркоманами, алкоголиками. Мы уже несколько лет молимся о том, чтобы в АКУ тоже открыть дом реабилитации. И у нас есть хорошая семья, которая могла бы там трудиться, но нам финансы не позволяют, чтобы открыть такой дом и начать его содержать даже частично. То есть у нас не хватает финансовых возможностей. В отношении проповеди Евангелия в этом городе, то в Израиле проповедь Евангелия это довольно непростая вещь. Потому что если вы начнете открыто проповедовать по улицам, скорее всего у вас будут проблемы с местными властями. Это не христианская страна. Но что мы собственно делаем, мы можем например приглашать сюда в помещение Дома молитвы людей, где мы можем беседовать с ними и оказывать им какую-то помощь продуктами или вещами. Мы сотрудничаем с христианскими организациями. То есть это организации из Америки, которые помогают, они помогают нам финансами. И мы можем для людей, которые пережили Холокост или солдаты Великой Отечественной войны, у нас есть таких порядка ста человек, которым мы просто один раз в месяц делаем продуктовый набор, приглашаем их сюда. Да, можем показать им фильм об Иисусе, короткий, или короткое слово о спасении, вере в Иисуса Христа. Это то, что мы делаем. Потом вот когда люди приходят туда, которые получают вещи, хотят получить бесплатно вещи, мы тоже стараемся дать им или какую-то брошюру, или сказать какое-то слово о Господе. Это в отношении евангелизации. Но мы, конечно, хотели бы расширить больше деятельность с людьми, которые вновь приехали, недавно приехали из Украины. То есть, чтобы как-то больше таких людей приглашать для бесед, оказывать им помощь вот такими продуктовыми наборами. У нас сегодня есть таких 10 семей. Они приходят раз в неделю, два раза в месяц, общаются, пьют чай, им говорят о Господе. Мы только недавно это начали, но у нас тоже недостаточно финансов, чтобы это больше как-то развить. Хотели бы больше, но пока мы не можем больше это развить. Но это перспективное направление, где мы можем достигать людей и действительно как-то проповедовать им об Иисусе Христе. Иисус Христе. Иисус Христе. Никита. Никита. для принятия веры во Христа, для евреев является то, что погибло 6 миллионов евреев во Второй мировой войне. Но они считают, что это христиане убили. И поэтому именно здесь большое значение имеет вот эта гуманитарная деятельность. То есть, чтобы сказать им, что христиане их любят. Есть уже на протяжении десятков лет существуют христианские миссии в Израиле. Христианские миссии, которые, собственно, занимаются тем, что они каким-то образом за границей, то есть за пределами Израиля, рассказывают о том, что здесь есть. Мы имеем с ними какие-то связи. И они просто нам на наш счет, на наш счет организации пересылают какие-то небольшие финансы, за которые мы, собственно, можем потом купить эти продукты. Склад гуманитарный, он тоже работает через верующих. То есть есть организация в Израиле, у которой большой склад. И они потом развозят практически почти везде, где есть общины, где есть какое-то помещение, где можно открыть склад. Привозят нам сюда эти вещи. Ну и мы их потом раздаем людям. То есть это довольно уже отработано в Израиле хорошо. Не только. Приходят вещи из Голландии, из Европы, из Америки. Русские организации нет. Если многие Bereатьные, поля, с частью всех ifs и подождать, присFlow minimили из Голландии, в том числе живём, пользуйтесь в нас из онлайн. Мы не мусульман останавливались. с мусульманами. Например, среди иудеев есть организации, которые немножко экстремистские. То есть бывают с ними иногда столкновения. У нас практически с ними прямых никогда стычек не было. Но я слышал, что в Израиле бывали случаи, когда они могли мешать, например, уличной евангелизации. Или приходить к Дому молитвы. У нас не было, я слышал, в других городах это было. Приходить и стоять возле Дома молитвы, каким-то образом отпугивать людей. Называется эта организация Ядли Ахим, или как бы Рука братьев. Вот они в основном этим занимаются. У них есть такой даже журнал, который пытается все время... Они рассылают этот журнал иногда. Даже нам приходил, где они пытаются как-то... Ну, немножко плохо о нас говорить, о верующих в Иисуса. Но сказать, что там кто-то специально какие-то препятствия устраивать, нет. Мы этого не испытываем здесь в АКО. Но АКО это отдельный такой особый случай. Здесь много арабского населения. Поэтому здесь это может быть попроще. Потому что здесь есть и арабы, и евреи. Среди арабов есть тоже христиане. То есть у нас в том помещении тоже собирается арабская группа верующих в Иисуса. Поэтому из-за этого особо у нас препятствия нам никто никогда не делал. Вианяhos, аскорбон Kindaевшие уральщиты. Иисуса, аскорбон? Какие支持, аскорбонизаций, аскорбон A4-2-3-3-4-4-4-4-5-1-2-6-4-4-4-4-5-4-4-5-4-5-5-5-5-5-5-6-5-5-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-7-7-6-5-6-6-6-6-6-6-7-7. у нас есть знакомый брат Женя, но он русский, который живет в Корее, но сказать, что это уже что-то началось такое серьезное, я бы не сказал. То есть сказать, что у нас есть какая-то постоянная поддержка из Кореи, пока у нас ее нет. Потом я не особо занимаюсь, как бы поисковой спонсорами. Ну, самая большая нужда служения, это чтобы мы имели достаточно духовной силы, чтобы нести Евангелие. Чтобы Бог нас благословлял такой силой проповеди, которая бы достигала людей. Это, я думаю, такая большая нужда, которая есть как внешняя нужда. Внутренняя нужда общины, это, конечно, чтобы в Корее молились, чтобы Бог благословлял, чтобы мы жили святой жизнью. Чтобы наша жизнь, она была посвящена Христу и чтобы она радовала нашего Спасителя. Третье, что бы я отметил, это большой проблемой являются финансы. Наши помещения, которые мы снимаем, у нас есть два помещения, которые мы снимаем и платим за съем. Это практически они у нас забирают все наши внутренние финансы. И, конечно, для нас это непросто все время находиться в такой ситуации. Причем в любой момент нас могут попросить отсюда уйти или еще что-то. В общем, у нас нет достаточно такого твердого основания в том, чтобы выкупить помещение. Это тоже такая просьба молитвенная, чтобы Бог благословил. Ну, вот это. Скажи первое, второе, третье. Нет, нет. Разочарования бывают какие-то маленькие, но не такие глобальные. То есть бывает что-то по жизни не получается в семье, в общине. Но быть разочарованным, что Бог меня привел в Израиль, я никогда не разочаровывался. В общем, я не знаю. В общем, я 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 знаю. Я знаю. В общем, это совсем что я знаю. А более как как это随時 preguntas. Субтитры делал DimaTorzok In 1939, the Jewish population in Poland was 3.5 million. By the end of the war in 1945, that number had been reduced to 250,000. 150,000 Jews out of the 250,000 who were remaining, the church has blood on their hands. 3.6 million Jews were reduced to 30,000 over a period of 20. The Holocaust was perpetrated by Christians. Because of Christian. The Quran is the one who teaches us to believe it, and those who love it. The Muslims who are the Jews, after the Iblis, are the Jews. What did he say? Allah! The Jews have suffered, and there's more suffering to come. This train of Judenos is again evolving. All the nations of the world want to attack Jerusalem. Where is merciful God? Where is he? The Jews have suffered, and there's more suffering to Dubienzu. The Jews have suffered. The Jews have suffered, and there are enough ¿ed Продолжение следует...